Привет, мир! Мы – необычные медведи. Вот следующая партия из 26 топпинг-катлетов. В разное время этим людям Паттер выдавал разрешение принимать запрещенные препараты. Для некоторых разрешение действовало в течение пары дней или месяца. Другие же принимали препараты в течение нескольких лет. Бельгийцу Глойку Любору, играющему в хопей с мячом на протяжении двух лет, с 2010 по 2013 год, разрешено было принимать форматерол. Препарат бронхолитик, принимаемый для лечения бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний легких. Также разрешение на его применение в течение четырех лет, с 2011 по 2015 год, получил венгерский пловец Васла Чех. Четырем канадским футболисткам выдали разрешение с 2008 по 2009 год принимать сальгутамол. Препарат бронхолитик, применяемый для профилактики купирования бронхоспазмов при бронхиальной астме. Легунья Франсина Нионсава из Бурундии до 15 июня 2017 года получила разрешение принимать тибалон. Сложно представить, зачем девушке в 23 года принимать анаболический стероид. Мы анонимы. Имя нам легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.